Ой, я сейчас широко могу ответить на недолго, на то, что касается кинематографа. Там на самом деле, понимаете, в этом вопросе заложена большая-большая проблема. Кадровый голод, он образуется вообще в производстве, в любом. Кинематограф — это то же самое производство, когда нет спроса. А спроса нет, потому что не покупают. А не покупают, потому что делается не так. А делается не так, потому что существуют проблемы со сценариями и так далее. Мало того, сейчас мы вот недавно собирались, продюсерские делали круг, стол. Понимаем сейчас проблему в том, почему, вернее, разобрались в чем проблема, почему частный бизнес не вкладывает деньги в кинематограф. Потому что если у меня, допустим, в компании работает 150 человек, у меня все расставлено по полочкам, и не дай бог я не получаю заказ через полгода, на который рассчитываю, мне приходится уволять людей. Отсюда, естественно, люди начинают бежать и так далее, и так далее, и так далее. В другие сферы, потому что, ну, естественно, в пределах шоу-бизнеса или кинематографа. И терять навыки. И мы разобрались, в чем проблема. Проблема в том, что в свое время, когда стало разваливаться кино, стали делать некачественные продукты. Этот продукт никаким образом не окупался, не делался, не приносил ни прибыли, ничего. А люди работали по старой системе. Были постановочные у режиссера, были гонорары и так далее. И очень мало воровалось в советской системе, на мой взгляд. Сейчас все по-другому. И бизнес стал от этого страдать, потому что все делается тяк-ляп. С чем мы, собственно, сами боремся. Мы стараемся делать продукт качественным и делаем его таким. Но понимаем, откуда ноги растут. Я считаю, что если мы... Вот что нужно закрыть. Нужно закрыть частично заход американского кино на наш рынок. Таким образом мы сможем развивать свой продукт, сериалы и так далее. Потому что всегда проще перепродать. Но мы же не стоим на шелковом пути, правильно? Или нам все-таки реально легче взять, продать чужой продукт, скормить его нашим зрителям. Они прожили следующий день и требуют что-то нового. А мы ничего не производим. Надо производить и делать. И много чего нужно вкладывать именно с какими-то такими социальными вещами. Как, например, это тоже к проблемам о кадрах в производстве. Все советские картины были направлены на то, чтобы поддерживать простых работяг. И было гордостью работать слесарем такого-то разряда, сантехником такого-то разряда. Потому что не было вот этой резкой социальной среды и разделения. Средний класс, в принципе, у нас был в основном рабочий класс. Среднего не было. Кроме какой-то прослойки правительственной или творческой, которые считали себя богемой. Сейчас этого нет, сейчас не поддерживаются. Сейчас все стараются получить образование и пойти работать как раз в менеджмент и управлять. А кем управлять? Надо создавать еще прослойку ту и подпитывать тех людей, которые на тебя работают. Их нужно реально растить, собирать и любить. Вот.